Добрый день, дорогие друзья! Сердце, воображение и разум — вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой, писал Константин Полстовский. Согласившись с тем, что работа души первостепенна, позволю себе дополнить классика и добавлю — семья и окружающий человека, жизненное пространство, мне кажется, в не меньшей степени влияет на формирование человека культурного. И в год культуры об этом говорить особенно актуально. На телеканале «Кубань-24» еженедельное культурное обозрение «Площадь искусств». И я, Валерия Полторанина, рада новой встрече с вами. Сегодня в программе. Дорога к храму. В Геленджике заложен камень первого на Черноморском побережье кафедрального собора. 75 лет вместе со зрителем. Краснодарская филармония открыла новый юбилейный концертный сезон. Академический театр драмы имени Горького старше на 20 лет. 95-й театральный сезон стартовал премьерой спектакля «Поминальная молитва». Искусство не знает границ. 5-й международный конкурс пианистов имени Балакирева и 21-й международный фестиваль органной музыки проходят в эти дни в кубанской столице. Его имя знают и почитают и в столицах, и в станицах. Гости рубрики «Главная партия» – народный артист России и Украины, художественный руководитель кубанского казачьего хора Виктор Захарченко. В мае 1939 года постановлением Совнаркома Союза СССР была основана Краснодарская филармония. В ее состав тогда вошли Государственный эстрадно-симфонический оркестр, Кубанский казачий хор и Адыгейский ансамбль песни и танца. За свою 75-летнюю историю филармония переживала взлеты и периоды затишья, но никогда не прекращала активной концертной деятельности, просвещая, наставляя, развлекая, воодушевляя зрителей своими выступлениями. Новый юбилейный сезон Краснодарская филармония имени Григория Пономаренко открыла 10 октября праздничным концертом. Впереди новые программы всех творческих коллективов филармонии, а в декабре выступление в Москве в Государственном Кремлевском дворце. Один из самых молодых коллективов филармонии «Чаровница» готовится к праздничному концерту, посвященному открытию нового сезона. В ансамбле восемь девушек-первокурсниц консерватории. Своё мастерство им передаёт Юлия Романова, артистка прославленного ансамбля «Кубанская казачья вольница». Более 10 лет она работает в Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко, но в качестве художественного руководителя выступает впервые. «Молодые, красивые, энергичные, с которыми нужно работать. И вот мы работаем, учим новый репертуар, делаем танцы, делаем, чтобы это было красиво». В репертуаре «Чаровницы» русские народные песни в современной обработке. За недолгую историю существования коллектива молодые артистки уже обрели своего зрителя. А это ансамбль «Ярила». Для него выступление на гала-концерте, посвященном юбилейному сезону, настоящее боевое крещение. Коллектив только начинает свою творческую жизнь. «Музыка – это наша жизнь. Хочется везде себя показать, хочется делать что-то постоянно. Это хороший знак, значит, раз в юбилей мы образовались. Долго жить будем, надеюсь». В Краснодарской филармонии, сегодня живущей в активном творческом ритме, дружно работают 23 разножанровых профессиональных коллектива. Художественный руководитель филармонии, народная артистка России Вероника Журавленко, поддерживает инициативу артистов в стрельне удивлять. И сама гадает. «Экспирисное искусство, многоликое, многонное, оно все мешки, а раме блестит по-своему». Краснодарской филармонии, по всем городам и станицам, крающей далеко за его пределы, собирают аншлаги. Публику не оставляет равнодушный высокий уровень мастерства артистов. И отнюдь не награды и почетные звания, а именно любовь своего зрителя, заставляет коллективы филармонии каждый сезон готовить новые программы, которые неизменно находят живой искренний отклик в душах всех кубанцев. «Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». Николай Заболоцкий написал эти потрясающие строки. Для многих его читателей они стали жизненным девизом, указав дорогу, в том числе и к храму. «Каждый из нас идет своим путем, обретая духовность, обогащая свой разум, осмысливая себя на этом пути». Новый собор, заложенный в Геленджике, еще одна ступень на пути познания истины. Здесь еще не виден блеск больших золотых куполов, а сам храм пока только на бумаге, но сюда уже съехались тысячи православных со всего края. Строительство кафедрального собора в Геленджике без преувеличения события века. За последние сто лет это первый храм, который возведут на Черноморском побережье. Церковные песнопения в нем будут слышны уже через 3-4 года, а вот первую службу на этой земле уже провели. Закладной камень собора осветил патриарх Сеяруси Кирилл. Это будет большой собор, площадью почти 2000 квадратных метров и сможет вместить более полутора тысячи прихожан. Выполнят его во Владимирско-Суздальском стиле, почти такой же, как храм Христа Спасителя в Москве. Возводят церковь в честь Андрея Первозванного. Он считается покровителем российского морского воинства. Выборное именование не случайно отметил патриарх. По преданию апостол дошел до этой земли с евангельской проповедью. Все наши достижения, которыми мы гордимся, были от силы нашего духа. Я поздравляю с этим замечательным праздником. И пусть благословение Божие пребывает над Краснодарским краем, над гордым Геленджиком и над благочестивым народом, который живет в этих краях. Храни вас Господь. Собор Андрея Первозванного станет одним из ста храмов. Именно так называется программа, которая действует на Кубани. Благодаря ей только за последние три года уже заложено 22 православных храма. Вместе с неравнодушными людьми краевые власти сегодня помогают восстанавливать церкви и возрождать православные традиции. Этот год для жителей края стал действительно особенным. На Кубани отметили сразу два юбилея. 220 лет со дня основания Екатерининской лебяжьей пустыни в Брюховецком районе. Столько же исполнилось Свято-Покровскому храму в Тамане. А в Олимпийском Сочи возвели храм нерукотворного образа спасителя. Строительство собора в честь Андрея Первозванного губернатор считает основой создания еще одного духовного центра в крае. Мы, безусловно, будем всем миром помогать, чтобы этот кафедральный сбор именно в этом прекрасном месте достаточно быстро вознесся к небесам во всей своей красе. Обещаю делать все, чтобы наша кубанская земля приумножалась такими храмами и была еще сильнее духовно. Место для нового собора тоже выбрано не случайно. Расположится он на въезде в город со стороны Новороссийска. Отсюда виден не только Геленджик, но и его бухта. Так что увидеть купола храма можно будет не только из города, но и со стороны моря. А вот чтобы услышать звон колоколов, не нужно будет дожидаться окончания строительства. Пока собор возводят, богослужения проведут в часовне в честь святой великомунчницы Александры. Ее специально построили на этом же участке. Сейчас в часовне находятся древние иконы Андрея Первозванного и частицы мощей и креста апостола. Их в дар Новороссийской епархии передал генеральный прокурор России Юрий Чайко. Чтобы преклониться к ним, выстраиваются целые очереди. Прихожане признаются, для них это событие имеет большое значение. Как и открытие самого собора. Патриарх Московский в Сея Руси Кирилл поблагодарил губернатора Кубани Александра Ткачева за развитие духовной жизни края и вручил главе региона орден преподобного Сергия Радонежского первой степени. Присоединяюсь к многочисленным поздравлениям, которые уже прозвучали в адрес губернатора. Добавим, что на этой неделе им подписано постановление о выделении учреждениям культуры края 9,5 миллионов рублей на создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями. До конца года будут установлены тактильные таблички и мемо-комплексы для слабовидящих, устройства для передачи звука на слуховые аппараты, информационные терминалы и многое другое. Таким образом, театры и кинотеатры, концертные залы станут доступнее для маломобильных людей. Далее в нашей программе другие новости короткой строкой. Рубрика «Контрапункт». 21-й международный фестиваль органной музыки, проводимый в Краснодаре, собрал свои афиши именитых музыкантов. Фестивальную программу открыл концерт краснодарского органиста и хранителя органа заслуженного артиста Кубани Михаила Павалия. Поклонников звучания «Короля инструментов» также ждут встречи с польским музыкантом Яном Бокщанином, солистом Белгородской филармонии Тимуром Халиулиным, немецким органистом Андреасом Кавелиусом. Открытие сезона в новом театре «Кукол» прошло премьерным показом спектакля «Аленьки цветочек» по пьесе Ирины Корнауховой и Леонида Браусевича. Героям всем известной сказки Аксакова здесь добавились Баба-Яга, Леший и Кикимора. Режиссер Григорий Гольдман поставил синтетический спектакль, в котором соединились марионетки, тростевые и ростовые куклы, актеры воплощают драматические образы, а еще поют русские народные песни. Выставка «Вселенная Николая Рериха к 140-летию мастера» проходит в Краевом художественном музее имени Федора Коваленко. В 20 экспонатах отражены все вехи творчества выдающегося художника. Древнерусская тематика отражена в ранних работах «Заморские гости» Ярослав Мудрый. В зрелом возрасте художника увлекла Индия. Этот период обозначен картинами Гималайи, знамена Востока, его страна. Живописные работы представлены в виде печатных копий, но в фондах музея есть и подлинники. Это творение Рериха-сценографа. Например, ценнейшие и очень редкие эскизы костюмов жреца, девушки и щеголихи к балету Игоря Стравинского «Весна священная». Их можно увидеть в музейном каталоге «Русское искусство». Пятый международный конкурс пианистов имени Балакирева назвал имена победителей. В творческом состязании приняли участие 30 молодых музыкантов из России, Украины и Казахстана. Несколько участников представили Краснодарский университет культуры и искусств. Музыкальным символом конкурса является сложнейшая для исполнения восточная фантазия исламии Эмилия Балакирева. Сочинения русских композиторов занимают в конкурсной программе ведущие места. Победителем в старшей группе стал москвич Руслан Казаков. Краснодарская пианистка Елена Данченко получила диплом. Выставку официального художника Олимпийских игр можно посетить в Международном Олимпийском университете в Сочи. Француз Марк Арр единственный в мире, кто создает свои рисунки прямо в момент спортивных состязаний. Первый творческий эксперимент художник проделал еще в 92-м году в Альбервилле. До сих пор с небольшой коробкой акварели он путешествует по миру, чтобы запечатлеть на бумаге фрагменты соревнований, эмоции атлетов и болельщиков. В столице 22-й Белой Олимпиады Марк Арр подарил коллекцию из 23 своих работ, сделанных во время зимних игр в Сочи. Оказаться гулливером в стране лилипутов теперь могут жители и гости Геленджика. В местном краеведческом музее публике представлена диорама города, каким он был в 30-х годах 19 века. На площади в 5 квадратных метров разместились крепость, бухта и окрестности. В гавани причален пароход «Полярная звезда», на борту которого стоит император Николай I, а в самом поселении жители занимаются хозяйственными делами. Всего в диораме более сотни миниатюрных фигурок и почти столько же домов. Как признался автор макета, геленджикский художник Александр Завалий, главным для него было передать дух эпохи. Только пчела узнает в цветке затаенную сладость, только художник на всем чует прекрасного следа. Афанасий Фетт раскрывает природу творчества. А что есть творчество для музыканта, который полвека посвятил коллективу, ставшему всемирно известным, благодаря его выдающемуся таланту. Народный артист России и Украины, лауреат Государственной премии России, композитор и художественный руководитель Государственного академического кубанского казачьего хора Виктор Захарченко. Почетный гость нашей рубрики «Главная партия». Добрый день, Виктор Гаврилович. Я очень рада тому, что вы в своем напряженном графике выбрали время прийти к нам в студию. И, конечно, хочу вас поздравить с такой значимой датой не только для вас лично, но и для всей культуры Кубани и всей России с 50-летним творческой деятельностью. И, конечно, первый мой вопрос о том, какие программы подготовил кубанский казачий хор к вашему юбилею. Валерий, я хочу сказать тоже, знаете, порадоваться за вас, что вы, как говорится, в возвращении округи своя. Я очень рада. Ваши передачи всегда были для меня очень интересными, очень профессиональными. Ваше видение всегда, знаете, такое очень женственное, очень интеллигентное и, конечно, очень профессиональное. Спасибо. А теперь на ваш вопрос. Ровно с 40 лет, когда я стал руководителем кубанского казачьего хора, в трудовой книжке стоит именно 14 октября, да, и 14 октября меня представил заместитель тогда, вот Шапира был, представил меня кубанскому казачьим хору. А я ровно 10 лет проработал в сибирском хоре. И когда это все сложили 10 лет в государственном сибирском русском, и в 40 лет году оно 50 лет. Мы подготовили программу, которая называется «Большая казачья история». Тема, конечно, очень непростая. На эту тему можно не просто одну программу, а и десятую программу не вложиться. Как я понимаю казачью историю и как я ее пытаюсь представить. Естественно, не читать лекции, так сказать, понимать об истории казачества. Я беру казачьи песни, которые как бы и душу народную казачью показывают, да, и его историю. Вот здесь, брат, историю. Вот скажем, мы, правда, уже это было 2007 года, мы в Кремле пели, но мы никогда не пели в Коснодаре. Но и мы тогда в Москве были первыми исполнителями, уже сказано, ну, постсоветского времени, а если хотите, после революционного времени. Мы открыли концерт «Божий царя храни». Мы и сейчас, так сказать, вот теперь и в Краснодаре непременно споем, потому что она была в репертуаре кубанского казачьего хора. Просто, да? Ну, а то, что, так сказать, исторические памятники и так дальше. И дальше, вот, когда я беру исторические песни, смотрите, что у исторических песен. И я на что всегда упираю и глубоко убежден? Народные песни и авторские песни, все дело в словах. И вначале было слово. Смысл стихи одевается вот в вот эти, так сказать, музыканты. Поэтому, например, страшное даже по своему содержанию, да, песницкой времен гражданской войны. Именно вот сейчас, когда мы видим то, что творится с больным и смотрим то, что видим на Украине, оно ведь один к одному уже все это было, было, перебыло, да? Вот только одна песня, в общем, это песня сибирская, и песнь, я ее записал здесь, на Кубани. «Отец мой был природный пахарь, а я работал вместе с ним. Отца убили в первой схватке, а мать живу в костреже сожгли». Страшные слова. Да, то есть вдруг видишь, что все это было, и оно опять сегодня пришло, так сказать, в нашу действительность. Но песни будут разные, не только, так сказать, трагические, драматические, естественно, веселые и так дальше. Программа будет очень разнообразная, и я скажу, мы ее, конечно, покажем прежде всего для нас, для кубанцев, для краснодарцев. Поэтому 14, 15, 16, 17 и 18, пять концертов будет на Красное Пять. А потом мы сразу едем по казачьим городам. Я считаю это своим долгом, коль большая казачья история, она же касается не только кубанского казачьего, естественно, казачества, да. Мы едем в Ростов-на-Дону, едем в Астрахань, едем в Волгоград и едем по Центральной России. И потом мы выезжаем в Белоруссию, в Минске, после Минска Санкт-Петербург. И потом, как бы, наш конечный, сказать, пункт, это 22 и 24 ноября в Москве будет, в Кремлевском дворце, будет два концерта кубанского казачьего хора. С этой программой, большая казачья история. Так что до конца у нас уже все прошло. Все расписано до конца года, Виктор Юрьевич, но я не услышала вашего рассказа о ваших авторских песнях. Есть ли что-то новое в вашем багаже, именно авторском, композиторском? Есть, есть, и оно будет и в этом концерте. Ну, скажем, духовный стих, вот шел он от дома к дому, духовный стих о распятии Христа. Вот когда Христа распинали и кричали «распни, распни», вот это «распни» будет в этом духовном. Понимаете, только там есть, знаете, вместо вина отравы налили и говорят «пей, пей проклятый, пей до дна». Вот шел старец, нес светлую песню, играл, так сказать, да, и пел, и нес слово правды. Но люди захотели не света, а тьмы. И понимаете, как, то есть вот эта библейская, так сказать, истина, она вот отражена в духовном стихе, как в других, так сказать, духовных стихах. Будут мои новые авторские песни, обязательно будут новые песни, которые никто никогда, так сказать, не исполнял, казачьи песни, народные песни, и мои будут. Я надеюсь, что те песни и смыслы тех песен, которые будут представлены, так сказать, в нашей программе «Большая казачья история», они останутся в памяти слушателей, затронут их сердце и ум. — Спасибо большое, Виктор Гаврилович. Я благодарю вас за ваше безграничное творчество и за то, что вы и своей деятельностью, и концертами кубанского казачьего хора несете свет правды для всех зрителей. Спасибо вам за это огромное. В эти дни во многих краснодарских театрах идут премьеры спектаклей. В новом театре «Кукол» с успехом прошел «Оленький цветочек». В музыкальном театре «Аншлаги» на современном балете Анна Каренина в постановке Александра Мацко. Об этой работе мы расскажем в нашем следующем выпуске. Краснодарский академический театр имени Горького открыл свой юбилейный 95-й сезон премьеры спектакля «Поминальная молитва». Пьесу Григория Горина поставил режиссер из Иркутска Геннадий Шапошников. Драматизм с тонким чувством юмора. В спектакле «Поминальная молитва» поднимаются серьезные вопросы – веры, свободы, общечеловеческих ценностей. Режиссер Геннадий Шапошников стремится рассказать о проблемах мирового масштаба. То, что творится вокруг, то, что творится сейчас на Украине, то, что нагнетается в мире, оно каким-то образом… Я же не оторвана от жизни живу, я живу в этой стране. И, наверное, ничего человеческое мимо меня не проходит. История деревеньки Анатовка разворачивается в начале прошлого века. Ее жители – представители разных национальностей. Они живут вместе, одинаково любят, только умирать ходят на разные кладбища. На протяжении двух с половиной месяцев на репетициях Геннадий Шапошников выстраивал с каждым артистом образ его героя, проговаривая характеры, стремясь раскрыть потенциал каждого исполнителя. Вернул нас вот в то ощущение театра, когда актером занимаются, когда на актера ставят свет, когда вот каждому актеру простраивается от начала до конца вся его роль. Я очень рада, что на, в общем-то, моем пути такой режиссер встретился. На сцене нет ничего лишнего. Сценография Владимира Бойера лаконична. Декорации не отвлекают внимание зрителей, усиливая тем самым восприятие актерской игры. Главный герой Тевье в исполнении народного артиста России Анатолия Горгуля предстает перед нами глубоко несчастным, но философски принимающим все тяготы судьбы человеком. Самому мне ничего не надо. По тарелку супа и хлеба я всегда заработаю. Он же говорит, разве человек сам решает свою судьбу. Но под судьбой, значит, имеется в виду, что и вера здесь все в комплексе. Несмотря на испытания, выпавшие на их долю, попытаться не потерять себя и не утратить способность сострадать, вот такой нелегкий путь придется пройти главным героям пьесы, а вместе с ними и всем зрителям нового спектакля. Развлекая, обучая и привлекая в свои ряды как можно большее число поклонников художественного творчества. Наверное, так подумали сотрудники Краснодарского краевого художественного музея имени Коваленко, когда задумали цикл занятий «Открываем коллекцию. Неизвестные шедевры». На музейных уроках каждый желающий может примерить на себя роль исследователя произведения искусства, узнать о методах определения авторства картины, провести анализ стиля, техники написания и так далее. В роли детектива почувствовала себя и наш специальный корреспондент Екатерина Славянская. Таинственная сумрачность, ореол загадки, краска, нанесенная тонкими слоями, создает ощущение расплывчатости. Типичный итальянский портрет 16 века. Женский образ с мужскими чертами лица. Анна Ткачева работает в Краснодарском художественном музее всего полгода. И такая находка в запасниках для нее стала настоящим открытием. Девушка начала изучать историю неизвестного шедевра. Портрет поступил в Краснодар еще в 1929 году из Эрмитажа. И никакой информации ни об авторе, ни о времени создания, ни о живописной школе. Только спустя полвека, когда картину отправили в реставрационный центр имени Игоря Грабаря, на обороте полотна обнаружили герб Медичи. Было очень сложный процесс. Корабление носки было очень сильное. И вообще дерево было себя очень плохо. Стало понятно, картина была выполнена либо по заказу правящего дома Флоренции, либо хранилась в их семье. После выяснили, краснодарский портрет принадлежит перу ученика, знаменитого маньяиста Джорджа Базари. Поначалу имя Франческо Марандини Ани Ткачевой ни о чем не говорила. Искусствовед решила продолжить поиски. Все свободное время проводила в библиотеках и бороздя просторы интернета. Результат превзошел ожидания. Как оказалось, у краснодарской незнакомки кисти Марандини есть сестры. Кем была дама, изображенная на полотнах, до сих пор остается тайной за семью печатями. Но теперь она украшает две частные коллекции. Элитный университет Нотурдам и художественный музей Уолтера в США. Музей Виктории и Альберта в Лондоне. Шестая картина стала гордостью Краснодара и подтолкнула искусствоведов создать цикл лекции о неизвестных шедеврах. Традиционная рубрика «По скриптум», в которой прозвучит живая музыка в исполнении замечательных кубанских артистов, завершает нашу программу. А я желаю вам всего самого доброго и прощаюсь ровно на одну неделю. До новой встречи на телеканале «Кубань-24» в программе «Площадь искусств». Пойду, молода, пойду, молода, погуляю, Пойду попляшу, пойду попляшу, пострадаю. Расдайся, народ, дай мне место, Во мне все поет я невеста, Во мне все поет я невеста. Пляшу, веселюсь, пляшу, веселюсь, Невеста, Во мне все поет я невеста, Во мне все поет я невеста. Моя красота, моя красота не увянет Сердечко стучать, сердечко стучать не устанет Раздайся, народ, дай мне место Во мне все поет я, невеста Во мне все поет я, невеста В глазах у меня, в глазах у меня огонечек Зажег тот огонь, зажег тот огонь, паренечек Раздайся, народ, дай мне место Во мне все поет я, невеста Во мне все поет я, невеста Я невеста Я невеста В глазах у меня, невеста Я не могу я, невеста